В этом видео я хочу рассказать о размере клетки, в частности, насколько маленькими они могут быть, а также какие факторы влияют на максимальный размер клетки. На нашем рисунке представлено несколько изображений клеток. Здесь мы видим синегнойную палочку, это подвижная палочковидная бактерия. И чтобы понять масштаб, ширина каждой палочки около 1 микрометра или тысячная миллиметра. Длина этой клетки составляет около 5 микрометров. Теперь посмотрим на изображение клеток, которые можно найти в организме человека, а именно красные кровяные тельца, эритроциты. Их диаметр около 7 микрометров. Примерно такой же размер у белых кровяных телец, лейкоцитов. Вот тут другая картинка. Здесь сперматозоид проникает в яйцеклетку. И если мы говорим о яйцеклетке, то стоит сказать, что она, пожалуй, одна из самых больших клеток. Особенно если мы говорим о сферических клетках. Ее диаметр составляет порядка 100 микрометров. Я подобрал изображения так, чтобы они были примерно в одном масштабе, так что можно их наглядно сравнить. Поэтому первый вопрос. Насколько мала может быть живая клетка? Как мы знаем, живая клетка устроена довольно сложно. Она содержит наследственную информацию. ДНК имеет механизмы для поддержания обмена веществ, роста и деления. Недавно я узнал, что самые маленькие клетки известны и науке. Правда, я полагаю, что в будущем могут обнаружить еще клетки более меньшего размера. Так вот, размер самых маленьких клеток составляет чуть более 200 нанометров. Смотрите, 1000 нанометров – это ширина вот этой палочки. А несколько сотен нанометров будет выглядеть примерно так. Это самые маленькие бактерии на данный момент. И я подозреваю, что мы близки к нижнему пределу, потому что не стоит забывать, сколько всего должно уместиться в живой клетке. И тут может возникнуть вопрос. Как такой сложный материал может быть таким маленьким? И каков верхний предел размера клетки? Один из важных ограничивающих факторов, хотя и не единственным, является отношение объема к площади поверхности. Почему же это отношение имеет значение? Потому что поверхность обеспечивает взаимодействие клетки с окружающей средой. Она должна получать питательные вещества и избавляться от отходов. Так, каждая частичка поверхности должна обеспечивать входы и выходы веществ для определенного объема клетки. Смотрите. Когда клетка растет, соотношение объем и площадь поверхности увеличивается нелинейно. Объем увеличивается намного быстрее, чем площадь поверхности. Так, по мере роста клетки на единицу поверхности приходится все больший объем, для которого необходимо осуществлять объемные процессы с окружающей средой. Поэтому в какой-то момент клетка просто не сможет принимать питательные вещества и в то же время достаточно быстро избавляться от отходов. Чтобы получше понять, давайте посмотрим на это математически. Объем сферы. Предположим, что это сфера. Если радиус равен r, то объем будет равен 4 деленное на 3πr в кубе, а площадь поверхности будет равна 4πr в квадрате. Теперь посчитаем соотношение объема к площади поверхности. Именно это значение нам и важно. Итак, соотношение равно. Я укажу площадь поверхности желтым. И она равна 4 деленное на 3πr в кубе на 4πr в квадрате. К счастью, все легко сокращается. 4 деленное на 4 – это 1. π деленное на π – это тоже 1. r в кубе, деленное на r в квадрате, будет просто r. И у нас получится r, деленное на 3. И все это будет измеряться в кубических единицах, деленные на квадратные единицы. А теперь попробуем использовать данный результат, чтобы понять, что происходит, когда клетка начинает расти. Давайте посмотрим на вот этот лейкоцит. И для простоты вычислений округлим его радиус. Пусть он будет равен 3 микрометрам. Я выделю его. В таком случае для этой клетки отношение объема к площади поверхности будет 3 микрометра, деленное на 3. Посчитаем. 3 микрометра делим на 3. Получаем, конечно, 1 микрометр. Но наличие единицы 1 микрометра объема на площадь поверхности не имеет особого смысла. Возьмем эквивалентные единицы 1 кубический микрометр на квадратный микрометр. Потому что мы делим объем на площадь поверхности. И очевидно, что при сокращении у нас останется просто микрометр. Но теперь это помогает нам понять немного больше, потому что здесь видно, что на каждый квадратный микрометр поверхности приходится 1 кубический микрометр объема клетки. Таким образом, каждый квадратный микрометр примерно вот такого квадратика площади возьмет на себя все процессы для поддержания 1 кубического микрометра объема. Все кажется вполне логичным и соразмерным для клетки. А что, если мы возьмем и увеличим все в тысячу раз? Увеличим радиус в тысячу раз. А теперь давайте представим, что мы нашли новый организм, радиус клетки которого вместо 3 микрометров будет 3000 микрометров. Уточню, что для нас он имеет размер всего 3 миллиметра. Такой размер будет виден человеческому глазу. В среднем предел, который может уловить человеческий глаз, составляет около десятой доли миллиметра, что составляет 100 микрометров. Это примерно 1 десятая миллиметра. Но давайте представим, что случится с объемом и поверхностью при таком увеличении. 3000 микрометров делим на 3. У нас останется 1000 микрометров. Или даже лучше. Мы запишем это как 1000 кубических микрометров на квадратный микрометр. Каждый квадратный микрометр поддерживал бы 1 кубический микрометр объема. Но сейчас, после увеличения, он должен поддерживать 1000 кубических микрометров объема. То есть получается, что на него приходится гораздо больший объем. И тогда все сломается. Клетка не сможет осуществлять те процессы, которые необходимы для нормального функционирования. Это говорит нам о важности такого соотношения – объема к площади поверхности для клетки. Есть и другой фактор, который играет немаловажную роль в формировании размеров клетки. Метаболиты должны преодолевать большую дистанцию. То есть вещества, образующиеся в клетке в процессе метаболизма, должны будут доставляться на более далекие расстояния. Соотношение объем на площадь достаточно просто объясняет, почему в природе не существует больших сферических клеток. Но это ограничение касается в основном сферических клеток, потому что есть и другие клетки, намного длиннее, даже вот такого размера. Например, нервные клетки. У них есть другие способы адаптации – длинные и тонкие отростки, благодаря которым они максимально увеличивают площадь своей поверхности. Вот примерно как здесь. Это нервная клетка. Другие клетки организма тоже используют способы увеличения площади своей поверхности путем формирования отростков. Итак, совершенно не все клетки сферичны, так как сфера имеет малую площадь поверхности. Они могут использовать разные формы для увеличения поверхности, как эта. Для крупных клеток сферическая форма не является оптимальной, поэтому в организме такие клетки встречаются редко. И яйцеклетка, наверное, является самой большой из них. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся ответить на них. Спасибо. 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 Спасибо.